Библейский портал экзегет.ру представляет Цикл лекций для библейского портала экзегет.ру Евангелие от Матфея, глава 2 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которую пасет народ мой Израиля. Вторая глава повествует нам о событиях, последовавших тотчас за Рождеством Христовым. И здесь мы видим, что с востока приходят волхвы, которые желают поклониться царю Иудейскому. Вообще греческий термин, стоящий в тексте, соответствует персидскому слову маг, маг, и маги, это были служители культа, бесспорно, персидской или вавилонской религии, которые часто бывали служителями при дворах царских, и иногда сами волхвы или маги становились царями, правителями народа. И вот в данном случае мы видим, что эти люди, которые обладали хорошими знаниями и в математике, и в астрономии, и в химии, и в физике, они приходят, потому что уверены, что царь Иудейский родился. Откуда могли знать волхвы? Помимо того, что они были звездочетами, не исключают исследователи, что волхвы были потомками, ну, представителями вот той горски, возможно, оставшихся, жрецов вавилонских, над которыми некогда был поставлен главою пророк Даниил. Об этом мы можем прочитать во второй главе книги пророка Даниила, когда тот после именно своих удачных истолкований снов, которые снились царю, был поставлен главою над всею землей вавилонскую и над всеми жрецами вавилонскими. И вот здесь мы можем, конечно, говорить о том, что Даниил должен был посеять семена истинной веры среди своих подчиненных жрецов, может быть, более внятно, подробно, конкретно, объяснив им те важнейшие мессианские пророчества, которые мы находим и в книге пророка Даниила. Ну и, пожалуй, здесь центральным является пророчество о 77-х, которое находится в 9-й главе книги пророка Даниила, там, где имеется очень точная хронологическая координата, от которой нужно отчитывать время, начавшееся. Это изданный указ о восстановлении Иерусалима. Ну и в данном случае они приходят в Иерусалим, чтобы поклониться, и весь Иерусалим встревожился. Почему встревожился Иерусалим? Ну, здесь, помимо всего прочего, мы должны понимать терялия, которые существовали в то время, и если волхвы, это были очень знатные и почетные люди, если не говорить о том, что они вообще могли быть царями вавилонскими, то, конечно, с ними должен был целый обоз прибыть и войти в Иерусалим. То есть, вот один из экзагетов, протерей Александр Горский, говорит о том, что, возможно, вся эта процессия включала до 100 человек, включая конские подводы и так далее. И вот, конечно, Иерусалимы не встревожились, поскольку понимали, что весть о родившемся царе ничего доброго им принести не может, потому что царь Ирод очень ревностно отслеживал практически всякого покушающегося на его царский трон и уничтожал самыми зверскими способами. История иудейской Иосифа Флавия говорит нам о том, что Ирод и своих двоих сыновей уничтожил по этой причине. И даже любимую жену Мариамну, которая была иудейской, маковейской крови, тоже лишил жизни, ревнуя, что она каким-то образом может занять его царский трон. Но когда Ирод собирает всех первосвященников и книжников, как говорит нам 4 стих 2 главы, конечно, здесь мы должны видеть то, что Ирод собирает иудейский синедрион. Он спрашивает у них. Но вот спрашивает не как, спросили волхвы, где царь родился иудейский, а уже где Христос рождается. То есть для Ирода очевидно, что родившийся царь, он же есть и Христос. Ему отвечает Вифлеем иудейском. И дальше цитируется пророчество из Михея, 5 глава, 2 стих, о том, что истинный обетованный Мессия должен прийти из Вифлеема. Вифлеем это был город, где когда-то жил царь Давид, это был город Давидов. Именно благодаря этому у Мессии мы имеем одно из мессианских титулов, как сын Давидов. Но дальше мы читаем такие слова. А тогда Ирод тайно призывав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью Его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Здесь мы читаем о том, что у Ирода царя уже созрели очень страшные планы о том, как уничтожить родившегося младенца, мессию, царя будущего, и он, конечно, под прикрытием тоже желания своего пойти и поклониться царю, выведывает у волхвов время появления звезды, для того, чтобы ему более-менее точно узнать, какой возраст уже у родившегося младенца. Ну, а дальше волхвы, выходя от Ирода по направлению к Вифельему, вдруг увидели звезду, которую видели в свое время на Востоке. Они возрадовались, потому что поняли, что это знамение свыше для них, о том, что нечетно они пришли, о том, что царь, истинный мессия, действительно родился и находится в Вифельеме. И вот мы читаем о чудесном событии, о том, как звезда указала им место, где находился младенец с матерью его. Каким образом это могло произойти, сказать, сложно, но многие толкователи говорят о том, что под видом звезды действовала невидимая ангельская сила, которая и указала дом. Надо вообще сказать, что в древности мнение святых толкователей разделялось по поводу того, что представляла из себя звезда. Одни, ну, в частности, это были священно-мучник Игнатий Антиохийский, Ориген, они считали, что это должна была быть комета, поскольку она двигалась, поскольку указывала каким-то образом на место, где была трача, возможно, испускала какие-то лучи определенные. Такие святые отцы, как святители Василий Великий, Григорий Богослов, полагали, что это была действительно новая звезда, появившаяся на звездном небе. Вот. А святитель Анжела Тауст и вслед за ним Блаженный Феофилак все-таки говорят о невидимой ангельской силе. И, может быть, здесь можно будет уместно отметить об одном интересном факте, который был в Средневековье. Наблюдался он в данном случае. Описано это событие у нас Кеплером, астрономом и физиком. В 1603-1604 году на небе появилась звезда необычайной величины, которую можно было видеть даже днем, была она даже сильнее Венеры. Но появление звезды сопровождалось еще одновременно и так называемым парадом звезд, когда в одну точку сошлись орбиты Марса, Юпитера и Сатурна. И вот это событие дало повод Кеплеру подумать, не было ли нечто подобное в тот момент, когда Христос родился. Расчеты Кеплера дали практически точный достаточно результат, то, что где-то за 6 лет до нашего летосчисления, до Рождества Христова, должно было быть нечто подобное на небе. Для многих исследователей, конечно, это очень четкое и внятное указание о том, что действительно звезда была каким-то новым откровением на небе, которая потом могла исчезнуть. Но, с другой стороны, наверное, правы и те исследователи, которые все-таки не желают рассчитывать время появления звезды по такому механическому способу, математическим путем, поскольку все-таки звезда, о которой говорит Священное Писание, скорее всего, была чудом, которое божественное откровение дает нам, как свидетельство о том, что в мире совершается величайшее чудо Боговоплощения. То есть, величайшему чуду Боговоплощению, конечно, служили более малые, но тоже чудеса, в том числе, как и появление звезды. Говорится о том, что волхвы, открыв сокровища свои, принесли младенцу дары золота, ладан и смирну. Но здесь уместно отметить, что уже в древности святые толкователи, пожалуй, первым здесь может быть назван святой Иустин-мученик, видит вот в этом принесении даров важные свидетельства или откровения о том, кем является младенец. Золото приносится ему, как царю, ладан приносится ему, как священнику или первосвященнику, а смирну, как человеку, имеющему вкусить смерть. Смирно это вещество, которое изготовлялось путем соединения маслянистой жидкости с бальзамическими веществами, ароматизировалось, вываривалось и использовалось именно для намощения покойников, чтобы предохранять или предотвращать, замедлять процессы гниения в очень жарком климате. Вот Ближний Восток, о котором мы говорим, конечно, там очень жарко, и трупы разлагаются очень быстро. И вот эти три дара, принесенные младенцу Иисусу, свидетельствовали уже о том, что он и царь, и первосвященник, конечно, и истинный человек. Но справедливости ради можно заметить еще и следующее, что вот именно с такими дарами, как золото, ладан и смирно, на Востоке в древности подданные являлись пред своими царями, если хотели попасть к ним на прием, и это были необходимые атрибуты, без которых они не могли прийти к царю. То есть уже даже в самом принесении этих трех даров свидетельствуется, что они пришли к Иисусу именно как к царю. Получают во сне они откровение не возвращаться к Ироду, а иным путем отойти в свою страну. Ну вот иногда это место вызывает недоумение. Им было понятно, конечно, злонамерение Иродова, и можно было им не получать откровения, чтобы догадаться, чтобы пойти в свою страну иным путем. Но не так все просто. В древности обещание царю считалось клятвой, нарушение которой приравнивалось к смертному греху. И вот именно совесть волхвов приходит в смущение. Как быть? Они пообещали Ироду вернуться и рассказать, где находится младенец. И вот чтобы снять с них эту ответственность совести за обещание царю, то есть за эту клятву, данную Ироду, Господь отводит их иным путем в страну, чтобы Ирод остался в неведении. Нечто подобное происходит и с Иосифом, который тоже, наверное, находится в очень большом смущении, как ему быть, потому что понимает, что Ирод медлить не будет. И вот ангел является во сне Иосифа и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там до тех пор, пока не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Вот мы видим, что ангел заповедует Иосифу не просто идти обижать, то есть как можно скорее покинуть пределы, где правил Ирод, чтобы оказаться достаточно в такой ситуации уже достаточно спокойной. Если мы говорим о ближайших границах Египта, то от Фифлеема до них было примерно 42 часа пешего пути. Если бежать, то, наверное, можно было бы достигнуть границ Египта и за 30 часов. И вот в данном случае это, по крайней мере, гарантировало бы Иосифу и всему святому семейству то, что они окажутся в безопасности. Ну и вот мы читаем о том, что Иосиф действительно ушел, убежал в Египет и пробыл там до того момента, пока Ирод не умер. На какие средства жил Иосиф в Египте? Ну вот этот вопрос ставится исследователями, толкователями, и они обычно рассуждают так, что, конечно, диаспора иудейская в Египте была немалой. Иосиф, будучи уже престарелым человеком, имел, наверное, много знакомых и родственников, которые на первое время могли приютить у себя святое семейство. Ну и, конечно, вот та часть золота, которая была принесена в дар младенцу Иисусу в Олхваме, она тоже могла выступить каким-то определенным гарантом, что на первое время святое семейство им будет иметь возможность покупать кусок хлеба и все необходимое для жизни в Египте. 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя смеянным в Олхваме, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах Его от двух лет и ниже, по времени, который выведал от Волхвов, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот здесь священное писание согласно, конечно, с теми свидетельствами об Ироде Великом, которые мы находим у древних, конечно, в первую очередь это Иосиф Лави, его иудейская война, ну и некоторые римские историки придворные, императорские, тоже упоминали о злонравии Ирода, и встречаются факты, что он убивал даже своих родных детей. Но вот вот это зверонравие Ирода, оно вполне соответствует тому, что в Вифлееме от двух лет и ниже были умершвлены все младенцы, которые там на тот момент находились. И даже Матфей, мы видим, приводит пророчество «Глаз в раме слышен плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться». Предание церковное, которое зафиксировано в нашем календаре богослужебном, в наших святцах, говорит о очень большом количестве младенцев избиенных, 14 тысяч. Но если мы говорим о убиенных младенцах, то, конечно, мы должны сказать о том, что и родители их тоже должны были быть умершвляемы, поскольку никакая нормальная мать или отец просто под нож, под кинжал своего ребенка не положит. И мы тогда понимаем, какое страшное событие состоялось в Вифлееме в окрестностях его, когда огромное количество воинов и роды должны были войти и зверски расправляться с людьми. Но примечательно, что Иосиф Флавий не упоминает об этом событии, как будто его не было. И вот здесь ответить на вопрос, почему это происходит, почему иудейский историк молчит об избиении младенцев, представляется возможным, наверное, только так. Иосиф был фарисеем, и, конечно, он ждал мессию, но именно такого мессию, которого ждали все ветхозаветные иудеи, славного, богатого, красивого, который должен был прийти и освободить иудейский народ, в первую очередь, конечно, от политической зависимости, от экономической зависимости. И упоминание Иосифа Плавием об этом событии, которое состоялось и которое нашло очень серьезное место в истории иудейского народа, конечно, лишний бы раз очень капитально свидетельствовало о том, что все-таки мессия пришел, коль Ирод великий поступил вот таким страшным образом, не только с самим младенцем, но и с теми, кто находился в Вифлееме и в его окрестностях. По смерти же Ирода 19-й сетихся, ангел Господень во сне является Иосиф в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матери его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он стал, взял младенца и матери его и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но получив во сне откровение пошел в пределы Галилейские и придя поселился в городе называемом Назарет да сбудется реченное через пророков что он Назареем наречется. Мы видим, что ангел дает откровение Иосифу умерли искавшие души младенца. Во множественном числе стоят искавшие души младенца и мы понимаем, что это значит был не только Ирод, но кто-то еще. Помимо придворных Иродовых это мог быть Антипатор сын Ирода Великого которого тот незадолго до своей кончины умертвил узнав, что Антипатор готовит покушение на отца ну и соответственно хочет занять царский престол. Иосиф взял младенца и матери его и пришел в землю в Израилеву. Но вот 22 стих где написано услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего убоялся туда идти. Так вот этот стих говорит нам о желании Иосифа вернуться все-таки в Вифлеем. Почему? Ну, наверное, для Иосифа, да и для Девы Марии было понятным, что Мессия не просто должна родиться в Вифлееме, но и выйти на общественное служение из Вифлеема иудейского. Но поскольку там царствовал Архилай, который, возможно, тоже был очень агрессивно настроен по отношению к имеющему прийти в скором времени Мессии, Иосиф побоялся туда идти, пошел в пределы Галилейские, там правил, как известно, Ирон Тантипа, более такой миролюбивый, хотя, конечно, и очень хитрый правитель Титарар, и поселяется Иосиф в Назарете, ну, Назарет это был родной город Иосифа, и мы знаем, что само благовещение оно случилось именно в Назарете. Так вот, поселился в Назарете, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Ну, во-первых, вот в последнем стихе мы видим, что для евангелиста Матфея слово Назарей производится не от обряда Назарейства, а именно от города Назарет. То есть, здесь справедливее было бы написать, что он Назаренин наречется, как, в общем-то, впоследствии Иисуса и называли очень многие. Но сложность этого места заключается в том, что пророческих писаний мы не имеем, которые бы очень четко вот так обозначали, что он Назареем наречется. И у древних святых отцов уже это место вызывало различные рассуждения, различные толки. Одни полагали, что это из какой-то утерянной книги пророчества приводится Матфеем, другие говорили о том, что это устное предание, третье говорили или видели, лучше сказать, у пророка Исаии нечто похожее слово Нецер или Незер, которое переводится как отрасль, как указание на то, что Иисус будет Назарянином. Но, по-моему, несостоятельны все эти объяснения, поскольку в Евангелии говорится сбудется реченное через пророков, то есть не один должен был сказать, а несколько. И вот это место тогда можно объяснить или понять, скорее всего, таким образом. Назарет был презираемый иудеями город, и мы вспомним Нафанайла, может ли из Назарета что доброе быть. И вот само по себе поселение Иисуса в Назарете, это мы можем считать как одно из дел добровольного самоуничижения за грехи людей, где Господь рос в бесславии, где действительно, наверное, иудеями ортодоксальными он как Назаренин презирался, по всей вероятности вот это самоуничижение за грехи людей, оно имеет отражение в пророческих писаниях. Таких мест мы найдем уже достаточно много, и тогда все встает на свои места. Пророки говорили о том, что Господь будет иметь смиренный вид, о том, что он придет в уничиженном виде, о том, что он будет презираем, о том, что он понесет за грехи людей именно вот это безвестие и презрение со стороны очень и очень многих людей, что и сбылось, когда Господь поселился в Назарете.